всем привет ребята с вами алексей и представьте такую ситуацию когда у вас субботний вечер и вы хотите надавать пиздюляторов своим друзьям естественно в игре у нас есть игра mortal combat xl если мы выбираем playstation либо taken 7 тут такие вот ценнички 4100 рублей у нас стоит taken immortal combat xl брать так брать по полной то есть со всеми дополнениями у нас 3800 рублей и представьте ситуацию такую допустим как у меня у вас есть приставка playstation и есть приставка xbox то что мы можем посмотреть сколько же стоит эта игруха и на xbox и то есть выбираем приставочку на какой нам порубать и давать пиздюляторов как мы видим на xbox и у нас цена этой игрульки то немного подешевле всего лишь 3 рубля целых 800 рублей мы с к нам если купим на xbox а если мы купим текина томс экономим всего лишь 100 рублей но вот незадача если бы у нас были деньги даже купить игру на ту или иную приставку у нас есть совершенно два разных джойстика то есть если мы купим игру на playstation то у нас нет 2 геймпада от playstation а если мы купим игру на xbox то у нас нет 2 геймпада от xbox а а как вы знаете playstation не поддерживает геймпады от xbox а как и наоборот xbox не поддерживает геймпады от playstation тоже нам остается делать остается вспомнить лишь то что у нас есть компьютер на котором можно в принципе тоже поиграть mortal kombat либо в тейкина как мы видим mortal kombat здесь обойдется вам всего лишь 700 рублей причем без всяких скидок вот комплектом комплектом вы получаете за 700 рублей полный список excel а если вы будете покупать отдельно просто mortal kombat x то вообще придется заплатить 900 то есть выгода очевидно брать полный комплект playstation вспоминаем сколько стоит 4 рубля 373 800 если быть точным а на xbox у нас стоило 3000 рублей почему вы вспомнили про комбо потому что на компе наверное все таки можно подключить джойстики одновременно интересно это вообще законно сегодня мы с вами и узнаем можно ли одновременно подключить на компе в какой-нибудь файл в каком-нибудь файтинге джойстик от xbox а и джойстик от playstation но наверное все наоборот так как игруха mortal kombat у меня есть причем достался мне она мне всего лишь рублей наверное в 200 по какой-то мега супер распродажи в стиме и 2 геймпада playstation или xbox у меня нет нам остается только попробовать подключать геймпады к пк я не знаю заработать ли они у нас вдвоем или нет мы с вами сейчас узнаем так мы в настройках что нам остается делать для того чтобы подключить геймпад от xbox а нам нужно сделать следующие действия сперва нам конечно же нужно отключить саму приставку чтобы при включении при нажатии на кнопочку на геймпаде у нас не произошло включение xbox а когда у нас кнопочка заморгала а мы нажимаем вот это вот спереди кнопочку вот спереди у нас тут есть кнопочка и держим ее несколько секунд чтобы у нас начался поиск нашего геймпада вот так после того как он вас заморгал идем на строчки и нажимаем кнопочку добавить bluetooth устройства bluetooth нажимаем и смотрим у нас появился xbox wireless контроллер вроде как определился так готова подключился так компьютер нам говорит что в принципе у нас xbox подключен контроллер вот у нас лампочка загорелась значит xbox контроллер у нас работает теперь дело за playstation ским контроллером а playstation ски контроллер скорее всего у вас не запустится сразу по блютуз и так что сперва его скорее всего придется подключить по кабелю юсби чтобы установились драйвера и windows понял что это контроллер от playstation а после того как он у нас один раз коннектница по юсби будет все в порядке в драйвера от playstation контроллера будут установлены и мы сможем подключить его по блютузу чтобы подключить по блютузу делается все просто зажимается кнопку шайер одновременно и кнопку playstation для этого дам даже не нужно будет отключать playstation потому что зажав одновременно кнопку шайер и playstation playstation при этом не включится и что ж у нас заморгал и так же как сосну в случае с xbox а мы переходим в настройки наших контроллеров добавляем bluetooth или другое устройство ищем bluetooth мыши и все такое так у нас здесь вылезает в рлс контроллер еще один вот нажимаем кнопочку готова у нас здесь два контроллера подключены у обоих у них горят лампочки у меня геймпад от playstation здесь настроен чтобы у него тускло горела вот эта вот штука то есть можно вообще настраивать как хочешь контроллер от playstation но иксбоксовский контроллер у нас тоже работает о чем говорит вот это вот светящаяся кнопочка давайте-ка проверим как это будет работать в стиме настройки контроллера и посмотрим что у нас тут имеется как мы видим обнаруженные контроллеры контроллер от xbox one x от xbox one они x контроллер от playstation так что контроллер то у нас уже здесь есть и так контроллер от playstation работает беру контроль от xbox тоже работает ё-моё вдвое контроллеры работают а жмакаем назад и запускаем нашу игрульку mortal kombat x что же ребят как мы можем наблюдать у нас здесь джойстик от playstation и джойстик от xbox и берем от playstation и начинаем mortal kombat x включаем игрульку и что ж мы смотрим как у нас работает и джойстик от playstation а вверх-вниз смотрите работает и джойстик от xbox тоже вверх-вниз выбираем конечно же два игрока игрок против игрока так первый джойстик у нас значит иксбоксовский определяется выберем на playstation втором джойстике выберем давайте раз у нас второй куда-нибудь сюда его положим от xbox у нас будет джойстик зарейдена проверяем получится ли у нас поиграться одновременно в одну и ту же игру на разных джойстиках от разных производителей без проводов с обычным китайским bluetooth передатчиком для пк да я забыл сказать что вам bluetooth передатчик понадобится если вы играете на ноутбуке конечно скорее всего он уже встроен но если вы играете на пк то есть на стационарном то я думаю что вряд ли в какие-то сети вряд ли в какие-то материнские платы встраивают bluetooth так что вам придется его наверно докупить это такая фигнюшка короче стоит наших магазинов на рублей 300 а если заказывается алиэкспресса могу скинуть ссылочку ссылочку скину короче на bluetooth от передатчика если у вас вдруг его нету можете посмотреть он стоит копеечки можете заказать ну чтож играю с джойстиком от playstation наваливаю рейдену так пришло рейдена время на playstation вскал джойстике нас включена вибрация на xbox что-то нет так что джойстик от playstation нас вибрирует на xbox я наверно просто отключил или может быть они тоже кстати тоже работает вибрация но слабенько слабенько немножечко потряхивает так что же дальше у нас будет так давайте от рейдена попробуем какой-нибудь супер-пупер удар замутить так ну-ка назад назад сюда отойди так как мы видим короче все работает ну-ка молотом давай робони так кто же у нас победит чё-чё время что ли вышло время вышло ее просто ты и не зал давненько такого не видел то есть то что у нас джойстики от разных приставок на компе это совершенно не помеха то есть если к вам кореша придут допустим и предскажут и давай помахаемся вместе привезут принесут собой джойстик от xbox а у вас допустим только джойстик от playstation дома есть в принципе без проблем в общем могут выбирать какой им больше нравится на компе можете играть с любого геймпада и в ком всеядная хрень которая может подружить 2 2 враждующие между собой ну как нам говорят две между собой враждующие компании а на самом деле это просто раза разводняк такой на компе можно все это дело подружить да кстати многие из нас помнят да и знаете что если вы к вам не пришли друзья или у вас попросту их нет или так же как у меня ваши друзья любят побухать больше чем играть в игры и выбирают в выходной день нет не прийти к вам порубиться в mortal kombat а просто где-нибудь побухать то у вас остается другой вариант найти себе партнера в сети найти партнеру в сети mortal kombat xl или какой люб другой любой другой файтинг на xbox вам обязательно нужно купить подписку gold стоимостью в три с половиной тысячи годовых на месяц уже не знаю даже сколько и на playstation тоже такая же ситуация в общем кучу денег вам выпалить придется в случае же с компьютерной версией на стиме нам следует только выбрать на каком геймпаде получать пиздюляторов почему получать пиздюлятора давайте посмотрим я выбираю джойстик от xbox а в первом раунде так вход в сеть нас сеть проверяет нормальная сразу ищет нам бойца который подходит под пинг хороший пришлось подождать некоторое время кстати для того чтобы найти какого-нибудь игрока так ну что ж испытание принято сейчас я покажу почему я называю это получение пиздюляторов если ты уже давным давно не играл mortal kombat или ты только впервые играешь mortal kombat и не знаешь как него играться то советую выбирать всегда всегда с скорпиона потому что скорпионом у тебя есть шанс методом тыка хоть кому-то навалять как вы видите видите я о чем и говорю методом тыка скорпиона мы вполне можем что-нибудь смастерить так селый пенек съел пирожок как я ожидал мне навалять и короче ребята а я ждался блин так сейчас давай фаталити хоть как он проверни ну чтож как вы видели я играл не с задротом и все равно получил люлей ах ты блин матч реванш все но я не знаю как он после этого выживает конечно а я я победил чуваки нихрена себе как так вышло то ручки аж вспотели так давайте попробуем геймпад от playstation а может быть не лучше повезет так ничего давайте для разнообразия выберем наверное саб-зиро тогда уж саб-зиро тоже такие же у него приемчики что и узк скорпион примерно тоже самая комбинация понеслась нифига себе я тут чую я попал вот это да вот это я полю получаю люлей вот это комбо что-то под конец стало вроде чуть получаться так ну и вот все мега комбо мне конец что ж такое-то короче ребята в онлайне вы всегда найдете с кем помахаться и если вы потренируетесь то когда придет вам какой-нибудь дружбан то быстро его сможете навалять здесь потому что бьются в основном прям полный задроты если вам понравился ролик дружбы иксбоксовского геймпада с playstation с ким то ставьте классы и в следующем ролике знаете что мы тогда запилим тогда я на приставке xbox подружу два геймпада от xbox а оригинальный и вот такой вот дешманский если вы спрашиваете о том что можно ли подружить допустим на playstation и джойстик от playstation и иксбокса то не на playstation и на иксбоксе этого сделать невозможно без каких-либо дополнительных приспособ а вот подружить какой-нибудь дешманский джойстик с иксбоксовским на иксбоксе вполне возможно если вам это интересно то это мы увидим совсем скоро так что ставьте классы и пишите нравится ли вам такой эксперимент или нет на сегодня у меня все с вами был алексей всем удачи всем пока